Здравствуйте! Продолжим занятие достаточно общей теории управления. Прошлое занятие было посвящено выработке концепции. Дальше, если идти по полной функции, то следует внедрение концепции в жизнь. Внедрение концепции в жизнь предполагает реализацию либо структурного способа управления, либо управления безструктурного, либо управления на основе виртуальных структур. Поэтому вот этой тематикой мы сегодня и займемся. Ну, проще всего, конечно, это структурный способ управления. Проще всего структурный способ управления реализуется в технике. Система автоматического управления самолетами, кораблями, подводными лодками, производственными предприятиями и всем прочим. В большинстве случаев это структуры, набранные из каких-то элементов, каждый из которых функционально специализирован и взаимодействует с другими элементами структуры. Ну, и если это функции предполагают, то есть внешней средой, с которой взаимодействует объект управления. Вся конкретика, как строить такие структуры, ну, расписана в прикладных теориях управления о каждой сфере деятельности, соответственно. Особый вопрос – это социальные управления и формирование структуры, реализующих концепцию в жизни общества. Ну, к сожалению, так сложилось, чисто исторически, что вопросы построения структур, о функциональной целесообразности их архитектуры, об особенностях структур, о способности и неспособности структур решать определенные задачи, но он не исследуется ни в менеджменте, ни в социологии, ни в политологии. Тем не менее, это очень важный вопрос для жизни общества. Есть работа о культуре административной деятельности. Там этот вопрос был затронут. Суть дела сводится к чему? Что если есть некий алгоритм управления, то его можно представить в качестве сетевой модели. То есть, после того, как сегодняшнее занятие завершится, вы посмотрите в интернете литературу по сетевому планированию. Ну, если вкратце, то суть проста. Любой процесс можно представить как сеть. Как это делается? Ну, процесс имеет начало, процесс имеет завершение. Начало и завершение в аппарате сетевого планирования именуются событиями. Начало и завершение соединены прямой линией, которая называется работа. При минимальном и детальности рассмотрения процесса, любой процесс – это начало, работа и завершение. Если мы наращиваем детальность, то начало и завершение процесса сохраняются. А вот линия, которая названа работой, она под микроскопом преобразуется в сеть. Потому что начало процесса предполагает начало некоторого множества работ. Начало некоторого множества работ означает, что из точки начала процесса идёт не одна линия, а идёт несколько линий, соответствующих каждой частной работе. Каждая частная работа завершается своим событием-завершением, она может продолжаться дальше, может ветвиться, и в результате между началом процесса и завершением процесса появляется некая сеть из работ. Вся последовательность этих работ, их взаимосвязи отражены в этой сети. Разница между блок-схемой алгоритма и вот такой сетью в одном единстве. Алгоритм может содержать циклы. Циклы могут быть разные. Могут быть циклы, прохождение которых носит конечный характер, то есть входя в цикл, вы заранее знаете, сколько будет прохождений циклов. А может быть и такое, что количество циклов определяется характером прохождения каждый раз его и результатами, полученными в результате каждого прохождения. Вот сетевая модель, она не может содержать циклов. Она может содержать скрытые циклы в виде работ, которые в разных вариантах сетевой модели могут иметь разную продолжительность. Вот это вот принципиальные различия между блок-схемой алгоритма и сетевой моделью. Обычно сетевые модели используются для управления проектом. Если вы знаете продолжительность каждой из частных работ, которые включены в сетевую модель, то есть алгоритм Форда, который позволяет найти критический путь и, соответственно, общую продолжительность проекта. Все работы, которые лежат на критическом пути, обладают тем свойством, что если продолжительность любой из них увеличивается по сравнению с плановой, то на соответствующее время увеличивается и продолжительность всего проекта. Работы, которые лежат вне критического пути в этой сети, они обладают некоторым запасом времени на запаздывание. Каждый из них и это запаздывание не сказывается на общей продолжительности проекта. Вот это вот стандарт. Стандартная задача, для решения которых используются сетевые модели. Но сетевые модели, они становятся востребованы в тех ситуациях, когда действительно время поджимает, надо действительно управлять проектом, не позволяя проекту течь самому по себе, как ему придется, когда требуется определенный результат к определенному времени и надо управлять. Второй аспект, который открывают сетевые модели, он, в общем-то, никогда нигде не используется. Дело в том, что оргштатные структуры предприятий, структуры государственности, они складываются исторически сложившимся способом социально-стихийно. даже если там запечатлилась чья-то воля, ну, отцов-основоположников Соединенных Штатов в архитектуре государственности США, основоположника какой-либо фирмы, который создал ее организационную штатную структуру, достаточно удачно для того, чтобы фирма пережила его самого, и продолжала функционировать, то оргштатные структуры воспринимаются как данности. В том числе и в том случае, если они содержат в своей архитектуре какие-то ошибки. Если смотреть на организационно-штатную структуру как способ реализации структурного способа управления, то встает вопрос о управленческий грамотном построении оргштатных структур, предприятий, построении структуры государственной власти. И тогда получается так, что структура либо должна нести полную функцию управления, либо она должна нести какие-то этапы полной функции управления, либо первые, либо последующие. И кроме того, в ряде случаев структура и ее элементы должны быть генераторами без структурного управления и должны иметь способность входить в процессы управления на основу виртуальных структур. Фактически это означает следующее, что если вы хотите управлять или организовать процесс управления, то искусство управления в обществе сводится к реализации четырех вещей. Первое. Разделение частного процесса управления, который вы берете под свое управление, на фрагменты, каждый из которых должен быть более-менее обособлен от всех остальных. То есть он должен обладать свойством, что его можно осуществить вне зависимости от того, осуществлены ли другие фрагменты. Требуется только одно, чтобы исходные материалы, которые необходимы для его начала, были у того, кто будет руководить этим фрагментом. Дальше за всю совокупность фрагментов должна быть распределена единоличная персональная ответственность. Единоличная персональная ответственность требуется для того, чтобы в процессе не возникало бесхозной информации, по отношению к которой фрагмент или процесс в целом может оказаться критичным. Если организуется коллективное руководство, так называемое, и нету единоличной персональной ответственности, то тогда всегда найдется какая-то информация критичная по отношению к успеху проекта, которая не будет достоянием никого из управленцев в коллективном руководстве и не будет своевременно выбор работа и осуществлено соответствующее управленческое решение. Единоличная персональная ответственность в данном случае не означает тиранический способ руководства подчиненку. То есть она не предполагает реализацию принципа «я начальник, все остальные дураки должны меня слушать». потому что управленческое решение может быть выработано как на основе коллективной деятельности так и единолично. Но вот когда дело доходит до его реализации то ответственность всегда должна быть единоличной персональной. После того как ответственность распределена должны быть распределены полномочия потому что ответственность без полномочий не может быть реализована и должны быть распределены ресурсы которые необходимы для реализации каждого из фрагментов проекта. Вот если делать это соотносясь с аппаратом сетевого планирования с сетевыми моделями то получится очень простое соотношение вот этих четырех принципов и сетевых моделей. То есть каждая работа должна находиться под чьей-то единоличной персональной ответственностью. Рубежами передачи ответственности могут быть только события. то есть то, что по отношению к одной работе является завершением, а по отношению к другой работе является началом. Завершение предшествующей работы является одним из необходимых оснований для того, чтобы начинать следующую работу. Это можно назвать рубежами дискретного контроля. На рубежах дискретного контроля характеристики всех работ простые. Выполнено, не выполнено. Никаких там выполнено на 99,8% быть не может. Это не выполнено. Никаких выполнено на 101,1,2% тоже быть не может. Это тоже не выполнено. Выполненность работы предполагает определенность критериев выполненности, метрологическую состоятельность каждого из критериев. структура вот если это есть, то тогда организационно-штатная структура или структура государственной власти, любая иная управленческая структура может быть соотнесена с сетевой моделью процесса, который находится под управлением бытой структуры. И требование я одно. В сетевой модели не должно быть бесхозных фрагментов. То есть каждому фрагменту сетевой модели должна соответствовать область единоличной персональной ответственности и с этой областью единоличной персональной ответственности должен быть связан элемент структуры ее подразделения, функции которого входит реализация частного процесса управления в отношении этого фрагмента. фрагмента. Если есть бесхозные элементы сетевой модели, то может быть все, что угодно. Если в них если они некоторым образом управляются кем-то как-то, то это может привести и к благим результатам, и к срыву проекта в целом, вне зависимости от того, чего и как вы хотите. Вы просто заложники тех процессов, которые оказались в этих бесхозных фрагментах. Если какие-то фрагменты сетевой модели оказываются в перекрещивающихся зонах единоличной персональной ответственности, то вы тоже должны это увидеть. И вы должны понимать, как в каждом конкретном случае будет реализовываться в таких зонах принцип единоличной персональной ответственности. кто кому подчинен и в каких условиях. Понимаете, технологические процессы многие, многие процессы социального управления, они таковы, что невозможно избежать пересечения зон ответственности. Но в случае пересечения зон ответственности двух и более лиц и не структур всегда должен быть кто-то, кто будет координировать их деятельность. Это может быть кто-то из тех, кто уже несет эту ответственность, а может быть и кто-то из лиц, которые осуществляют руководство деятельностью всех них вот в этой самой зоне перекресечения единоличной персональной ответственности многих лиц. Процессы социального управления таковы, что в большинстве случаев построить сетевую модель как линию, которая бы действительно отражала то, что происходит, невозможно. Поэтому именно и получается сеть, а в сети присутствуют многие работы, которые требуют соучастия в них разных специалистов, разных подразделений, но для того, чтобы был получен результат, требуется координация деятельности всех них в зоне пересечения вот этой единоличной персональной ответственности. То есть все равно вы приходите к необходимости возложить единоличную персональную ответственность на кого-то. Вот если это осознается, то можно посмотреть, какие структуры организационные, штатные существуют на тех или иных предприятиях, как организована структура государственной власти, можно увидеть зоны неправильного распределения единоличной персональной ответственности, можно увидеть зоны безответственности, поскольку все частные процессы лежат в русле неких объемлющих процессов, то зоны безответственности являются зонами, через которые возможен вход чуждого управления в тот процесс, который должен быть под властью этой самой структуры управления. Дальше, понимаете, получается достаточно часто так, что структура она ориентирована на решение каких-то массовых задач. Массовые задачи являются стандартными, и распределение единоличной персональной ответственности, полномочий и ресурсов по элементам структуры, оно ориентировано именно на решение этих задач. Но если структура сталкивается с какими-то новыми задачами или редкими нестандартными задачами, то такой жестко структурный подход не позволяет решать эти задачи. Что делать в такого рода ситуации? Бюрократический подход состоит в том, что надо создать новые подразделения, которые бы решали эти задачи. деловой подход состоит в том, что существующая структура должна быть основой для личностного взаимодействия тех, кто может решать эти редкие или новые задачи. и соответственно те должностные обязанности, которые предписаны штатным расписанием, положением о тех или иных подразделениях в этой структуре, они должны допускать гибкость в том смысле, что задачи, требующие нестандартного решения могли бы решаться на основе самоорганизации руководителей тех или иных подразделений или персонала этих подразделений. Ну, на эту тему описал Форд. Он очень иронично и критично относился к гениям организации, которые в состоянии породить оргштатное расписание, где всё-всё-всё-всё-всё прописано. И неспособность преодолеть конфликт между жёстким распределением, однозначным распределением должностных обязанностей полномочий в сложившихся структурах и потребностью структур решать какие-то задачи, которые не вполне соответствуют этим должностным полномочиям, это одна из больших проблем управления предприятиями, особенно научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими. поэтому вот система должна допускать или прямо предписывать должностным лицам и подразделениям инициативу в решении задач, которые не соответствуют множеству стандартных задач, под которые строится структура. по отношению к экономике, вот то, что я сказал о сетевых моделях, оно имеет еще один аспект. Ну, если мы рассматриваем сколь-нибудь большое предприятие, то там есть несколько таких управленческих задач, которые надо решать для того, чтобы предприятие функционировало. первая задача – это управление производственным процессом. На большинстве предприятий это совокупность взаимодействующих друг с другом цехов. В каждом цеху управление теми технологическими процессами, которые для него характерны. прохождение заказа через производственный процесс тоже норождается в координации. Поэтому неизбежно появление того, что называется служба главного диспетчера или что-то в этом духе, которое принимает к исполнению заказ и обеспечивает прохождение заказа через всю сеть работ, которая приводит к завершению этого заказа и передачи продукции заказчику или на склад готовой продукции. Вторая задача – это обслуживание технологического оборудования на основе которого ведется производственный процесс. И она тоже требует своей сети, своей структуры, которая во многом независима от структур, связанных несущих производственный процесс как таковой. Дальше получается так, что обслуживание производственного оборудования и функционирование производственного оборудования в одно и то же время в большинстве случаев невозможно. Соответственно, возникает потребность в координации деятельности структур несущих производственных процесс и структур несущих обслуживания производственного оборудования для поддержания его в работоспособном состоянии. Ну, в общем, это приводит к тому, что появляется нечто под названием директорат завода управления, которое координирует деятельность структур несущих производственных процесс и структур обслуживающих производственные процессы поддержания технологического оборудования в работоспособном состоянии. Дальше. Ни одно предприятие не является самодостаточным в аспекте производства и потребления продукции, с которой оно имеет дело. Любое предприятие обладает ценностью, значимостью только как элемент, объемлющий его производственно- потребительской многоотраслевой системы, частично локализованные в пределах государства, а частично и выходящие за пределы государства. Поэтому на директорат предприятия ложится еще задача взаимодействия с внешними хозяйствующими субъектами и государственной властью. Что еще остается? Остается воздействие научно-технического прогресса. Соответственно, если предприятие предельно совершенно в наше время в аспекте производства чего-то там, то в силу научно-технического прогресса, если мы его консервируем в том виде, в каком оно есть, спустя 5, 10, 15 лет оно безнадежно устареет и перестанет быть сколь-либо значимым как элемент системы, объемлющий. Это означает, что директорат должен поддерживать в актуальном состоянии долгосрочную стратегию развития предприятия и должен управлять реализацией этой стратегии предприятия. Причем процесс реализации стратегии предприятия это третий процесс, который должен протекать в пределах предприятия параллельно двум ранее названным. Производственный процесс выпуск продукции, обслуживание технологического оборудования, занятого в производственном процессе. предприятия соответственно вот этому рассмотрению задач, которые должны решаться на предприятии, получается так, что построение оргштатной структуры предприятия должно учитывать три этих задачи. деятельность директората, производственный процесс и обслуживание технологического оборудования, занятого в производственном процессе. Сами понимаете, что если деятельность директората предполагает реализацию стратегии предприятия, то должны порождаться какие-то структуры, обусловленные конкретикой задач, которые нашли свое отражение в стратегии развития предприятия. И по мере того, как меняется стратегией развития предприятия, как она реализуется в жизни, эти структуры должны изменяться, потому что если они остаются неизменными, то их деятельность становится помехой развитию предприятия. Ну, вот это в общем-то все, что можно сказать о структурном способе управления и реализации его в разного вопроса социального управления. Если говорить о конкретике, то, понимаете, на многих предприятиях оргштатные структуры не являются сейчас инструментом управления. Оргштатная структура это поле боя разного рода группировок администраторов за власть, за контроль над предприятием с целью получения разного рода доходов от какой-то деятельности помимо официально декларируемой деятельности предприятия. В таких условиях характерно создание подразделений, функционально и надобности в которых нет. Характерно нарушение принципа разграничения единоличной персональной ответственности за фрагменты. характерно создание зон, где единоличная персональная ответственность разных людей пересекается, функции разных подразделений пересекаются, а координация этих работ осуществляется на принципах единоличной зависимости участников от кого-то вышестоящего. система построена таким образом, чтобы вынуждать к этой личной зависимости и делать носителя функции координации незаменимым в процессе. В общем, все это дело не ведет ни к чему хорошему. То же касается и построения структур государственной власти. Вот если говорить о соотнесении структур государственной власти с полной функцией управления, то история знает два наиболее функциональных типа устройства государственной власти. первое это Египет времен фараонов. Египет времен фараонов государственность, способная к несению полной функции управления. фильм мумия о тех временах. Фильм мумия лжив изначально в том, что если возникает конфликт между фараоном и верховным жрецом, то либо фараон подчиняется власти верховного жречества, либо фараона хоронят со всеми почестями в кратчайшее время. Причем в учебниках истории XIX века так об этом и писали, что высшая каста, которая руководила всеми, это жрецы. Фараон подчинен жречеству. В современных учебниках истории дело подается таким образом, что глава государства фараон, он глава всего и жречество это его верные слуги. Вот если соотноситься с полной функцией управления, то все не так. Жречество Египта было представлено двумя командами, десятка севера и десятка юга, плюс каждой десятке одиннадцатый первый иерарх. Ну теперь это отражено в футболе. Одиннадцать бугаев гоняют мячик, все смотрят, все в восторге, а кто-то тем временем занимается глобальным управлением. Почему две команды? Потому что каждый из команд может в чем-то ошибиться, а управленческое решение должно быть безошибочным, или если не безошибочным, то хотя бы в минимальной степени соответствующим обстоятельствам. Поэтому если две команды высшего жречества, исследуя проблематику жизни и возможности ее разрешения, приходят к разным мнениям по одному и тому же вопросу, то оценки вот такой ситуации они разные. Первая примитивная оценка с позицией большинства обывателей наших дней это состязание двух команд во властолюбии. Но такая оценка неправомерна, потому что высшей внутрисоциальной власти, которая там уже была достигнута обеими командами, просто нет. Состязаться не в чем. А вот утратить статус запросто можно. Утратить статус можно запросто в результате принятия реализации ошибочных решений. поэтому если для обывателей оценка в том смысле, что они состязаются во властолюбии уместно, то для них самих если они по одному и тому же вопросу приходят к взаимоисключающим мнениям, это показатель того, что кто-то как-то ошибся. И надо докопаться до причин породивших эту ошибку. Причины породившие ошибку могут быть какими. Ну первое разная информированность участников обеих команд. Если свели базы данных воедино, то выяснили, что кто-то не знал одного, кто-то не знал другого, и соответственно если учесть незнаемые обеими командами, можно прийти к третьему мнению, которое будет отличаться от первых двух в чём-то и будет свободна от ошибочности первых двух. Второе источник ошибки. Сбой в интеллектуальной деятельности кого-то. Ну сбой что такое? Дважды два четыре. Ну а у кого-то получилось так, что дважды два от трёх до пяти, конкретно пять в данном конкретном случае. и он этого обстоятельства не заметил. И вот психологические практики внутри этих команд, они были направлены на то, чтобы выявить все ошибки и реализовать, и предложить к реализации третье мнение, свободное от ошибок исходу. При условии, что участники процесса владеют эффективной познавательно-творческой личностной культурой, этот результат достижим. И вот только после того, как управленческое решение, концепции управления выработано, с этого момента фараон, как глава государства, обретает единоличную персональную ответственность перед высшим жречеством за реализацию этой концепции. И фараону принадлежат полномочия фрагментации проекта на фрагменты и распределение единоличной персональной ответственности за каждый из фрагментов далее. Ну, дальше чиновничий корпус и периферия высшего жречества в самом обществе собирает информацию о том, как проект реализуется и, соответственно, вносится коррективы. Вот государственность древнего Египта именно в той архитектуре, которая была описана сейчас, она способна к несению полной функции права. Государственность иных типов, классическая европейская монархия, когда король, царь единолично решает все вопросы, а все остальные верноподданные, то полную функцию управления нести не может. Именно в силу того, что этапы относимые к деятельности концептуальной власти, вот этих двух жреческих команд, которые вырабатывают концепцию управления или управленческое решение конкретное по отношению к какой-то проблеме, они в этой системе не решаются должным образом. То же касается всевозможных республик, где есть парламент, вне зависимости от того, парламент этот возглавляет государство, вершину государственной власти, или республика президентская и главой государства является президентом. Полная функция управления тут тоже не реализуется. По той простой причине, что избирательные процедуры не позволяют некомпетентному электорату, некомпетентному в области теории и практики управления и некомпетентному в области гносиологии, методологии познания и творчества избрать тех управленцев, которые действительно способны реализовать их жизненные интересы. В противном случае следует признать, что немцы, исходя из каких-то мазохистских устремлений, в 1933 году проголосовали за партию Гитлера для того, чтобы получить 9 мая 1945 года в его исторически известном виде. Вот эти системы, они не могут работать без того, чтобы за их кулисами не действовала какая-либо политическая мафия, которая либо действительно несет первые этапы полной функции управления, то есть выявление проблем, выработку концепции их решения, внедрения концепции в жизнь государственного аппарата и общества, либо периферия этой мафии проникает внутрь общества извне и государство в форме президентской или парламентской республики утрачивает суверенитет в силу того, что некому вести первые этапы полной функции управления. Если соотноситься с полной функцией управления, то государственность, прописанная в Конституции СССР 1936 года, это тоже государственность, структура которой позволяет нести полную функцию управления. Вы посмотрите, что было. Верховный Совет СССР включал в себя две палаты. Палата Совет Союза и Совет Национальности. Обе палаты равноправны. Решение принимается, если обе палаты проголосовали за. Если обе палаты проголосовали по-разному, решение не принимается и должна создаться согласительная комиссия, которая должна выявить причины в идеале, почему решения обеих палат не совпали и предложить некое третье решение, за которое палаты должны проголосовать единогласно за. Тогда решение принято. Если решение не принято после работы согласительной комиссии, то должны быть новые выборы в Верховный Совет СССР. Если решение принято, то решение передается в систему исполнительной власти. Совет народных комиссаров по Конституции 1936 года, а в последующем правительство, и оно реализуется. Что было неправильно в СССР? Госплан был при Совете Министров Фактически Совет Министров, его экономический блок должен был быть при Госплане, под Госплан. А Госплан должен был действовать уже в русле того, тех задач, которые ставит Верховный Совет в лице его двух палат. Почему система оказалась не работоспособной? Ответ простой. вот если египетская система была работоспособна на основе корпоративной обособленности жреческих кланов от остального общества, то государственность, прописанная в Конституции СССР 1936 года, она не предусматривала никаких корпораций, которые себя считают равнее рабов. первыми среди равных и так далее и тому подобное. Конституция СССР 1936 года ориентирована на общество, в котором знания, необходимые для осуществления концептуальной власти, доступны всем и каждому. И, соответственно, если общество само концептуально властно, то оно в состоянии избрать депутатов всех уровней, которые тоже будут концептуально властны и управленческие состоятели. Ну, а если в ком-то общество ошибется, то Конституция СССР 1936 года предусматривала право досрочного отзыва депутатов, если они не справляются со своими обязанностями. Другое дело, что общество в 1936 году не понимало этого, поэтому право отзыва декларировалось в Конституции, но не было обеспечено юридически процедурно. Конституция 1936 года изначально предусматривала состязательные выборы, но бюрократическая мафия настояла на том, чтобы состязательных выборов не было. Общество этому тоже не противилось. То есть понимаете, в том, что государственность, прописанная в Конституции СССР 1936 года казалась несостоятельной, это выражение одной из управленческих закономерностей. Система управления должна соответствовать во-первых, задачам управления и во-вторых, объектам управления. Система в целом соответствовала задаче строительства коммунизма как общества без эксплуатации человека человеком, но общество характеризовалось афоризмом Ключевского. общество праведного общежития составлено из негодяев. Но если не все были негодяями и не во все время, то тем не менее обособившаяся от общества бюрократическая мафия, к тому же пронизанная масонской периферией, она не считала нужным строительство коммунизма в СССР своей задачей. Ну и поэтому получилось то, что получилось. Если анализировать государственность, прописанную в ныне действующей Конституции, то это государственность, не способная к понесению полной функции управления. Ну, причины простые. Центробанк перед Россией юридически ни за что не отвечает. Процедуры выборов построены таким образом, что депутатский корпус формирует не население, а некая корпорация, которая стоит за властью либо частично находится в самой государственной власти. Ну, а для того, чтобы строить правильную государственность, требуется понимать, что такое полная функция управления и как она должна реализовываться в сочетании структурного способа управления, без структурного управления и управления на основе виртуальных структур. Вот сегодня мы обсудили структурный способ управления, безструктурное управление и управление на основе виртуальных структур, это тоже большие темы, поэтому мы рассмотрим эти вопросы в следующий раз. На сегодня спасибо, до свидания. До свидания.